Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы будем начинать наше прощальное богослужение. Я попросил бы всех хористов, кто поет хоре, кто может петь, чтобы пришли вот здесь, где стоят братья, сзади меня, чтобы куда все пришли, кто может петь, мы будем здесь вместе петь. Я хотел бы перед тем, как мы будем молиться, просить Божьего богословения на это служение, обратиться ко всем вам, кто сегодня пришел на это место, и у вас есть сердце сказать, какие добрые, теплые слова родным, близким, выразить соболезнования сестрелюбия детям, всем братьям, сестрам, родным, родственникам. Пожалуйста, вы можете, после того, когда мы помолимся, споем псалом, вы можете подходить к микрофону и сюда, и говорить то, что у вас на сердце, поддержку, пожалуйста. Мы будем регулировать между свидетельствами, будем петь еще, у нас будет здесь одна проповедь, поэтому мы просим во имя Иисуса Христа, пусть вас Бог всех благословит. Я понимаю, вам тяжело, я понимаю, вам скорбно, но с нами Христос, Он на этом месте. Он сказал, все я с вами, во все дни до скончания веки. И даже на этом скорбном служении, когда мы скорбим, когда мы будем предавать тело земле, потому что написано, прахт, и прахт, возратишься с нами на этом месте, Христос, утешитель нас. И я хотел бы, чтобы и Дух Святой прикоснулся особенно к любе, особенно к детям, самим близким, самим родным, самим дорогим. Потому что это трудный момент. И Писание говорит, я хочу поддержку для вас прочитать, несколько слов. Павел говорит, говорю вам тайно, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо воступит и мертвый воскрес, и не пленными, а мы изменимся. Ибо пленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тленный сей облечься в нетлении, и смертный сей облечься в бессмертии, когда сбудется слово, написанное «Поглашена смерть победою». Итак, Братья и Сосы, пусть это слово утешает всех нас. Мы понимаем, нам скорбно, я уже говорил на похоронном служении, еще раз повторюсь, мы просили Бога и хотели, чтобы другой был исход. Но воля Божия сегодня вот такая, как мы ее видим. И мы соглашаемся с волей Божией, потому что Бог предусмотрел нечто лучшее, нечто лучшее для тех, кого Он отзывает от этой земли. Он отзывается от скорби, от слез, от страданий. Он призывает в вечные обители, там, где не будет ни слез, ни скорби, ни болезни не будет, плача уже не будет. И наш брат, дорогой нашему сердцу, брат Ваня, натворился во дворе Господний. И мы видим в этом милость Божия для брата Ваня. И пусть Бог благословит каждому из нас, пусть Божья милость всеми нами будет. Мы сейчас будем просить Божьего благословения, склоним наши головы пред Богом и попросим, чтобы Бог благословил это богослужение. Господь, мы склоняем наши сердца пред Тобой, мы склоняем наши гомоны пред Тобой. Господь, мы знаем, что на все есть боли Твоя. И хотя, Господь, на нашем сердце скорбь, на наших глазах слезы, но Дух Твой Святой с нами, Господь, и Ты с нами на этом месте, Господь. Ты с теми, кто плачет. Боже, и я верю, что Ты сегодня, Духом Святым, утешаешь каждое сердце, утешаешь Словом Твоим, той надеждой, которую мы имеем, то упомянем, которое у нас есть на Тебя, вечного Бога. Боже, благослови это богослужение, прощание на этом месте. Те, кто будет выходить сюда, будут говорить свидетельства, воспоминания добрые, обративания. Говори слова утешения в адрес родных и близких. Господь, благослови эти сердца, наши пения, благослови, Господь. Слово, которое будет здесь еще звучать, благослови. Помоги нам, Господь, совершить это служение. Помоги нам, Господь, предать тело земле, потому что по Слову Твоему мы будем предавать прах. Откуда он взят, туда он и возвратится. Но душа, Дух братования вот с Тобою, Господь, и мы радуемся, что он умер в Тебе, в Боге, в вере. Боже, пусть имя Твое прославится. И в этом служении вешний Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Перепетя. Номер 499, «Мой в небе край родной». Можете найти. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 That day, my dad gave me a lesson or taught me a lesson. He told me, Daniel, you need to be more like them. You need to be more selfless like them. Help out whenever you can. I also remember when my dad told me that his brother Ivan loved gardening and landscaping and that it was his passion. He loved nature and the things that God created. And then there was a time when we went to their house, and before we got there, my dad told me, have I ever been here before? And I'm like, yes, once when it was dark outside. He's like, oh, get ready for it. Ivan's backyard is like a paradise. He loves to work in the backyard, and he turned his backyard into a paradise. For those of you that do not know, my dad had a stroke last year. That's why he couldn't be here today with us. He's still alive. I also remember when Ivan went to Florida to visit our dad in the hospital. He spent a lot of days there visiting him, being with him. And I could just tell the love that he had from my dad, and I could see on my dad's face that he enjoyed being in Ivan's company. I also want to say the one thing that I'm going to personally miss the most is Ivan's singing. He had a very beautiful voice. I remember telling my dad for a very long time, oh, how I wish I could sing like him and hit those high notes that he could hit. But now we know that he's singing in heaven and praising God up there. Once again, I want to offer to you guys our deepest condolences. If there is anything you guys ever need, reach out to us. We're here for you guys. Thank you. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну, бежу туда, не знаю, что случилось, прихожу, а он делал пол там, и так и заснув, я его разбудила, говорю, идем туда, я так переживала, так было несколько раз, когда мы приехали в Омерболе. Мы тоже жили в опарте, в таком дубліксе, и тоже он сразу десь лишал какой-то материал, не было еще денег, не знаю, где он взял, и тоже сбудула для детей хату, говорю, треба, чтобы дети мали какую-то реальность. Я говорила, кажу, тут в Америце все работают, может, я пошла на работу, чтобы легче было, и он говорит, нет, сколько я буду жить, я не позволю, чтобы ты работала. Я говорю, я тебя очень люблю, и хочу, чтобы ты был около детей. Каждый раз, когда я звонила ему на работу, когда он брал телефон, он никого не сказал, алло, он включал телефон и сказал, я тебя люблю, або просто люблю. Я люблю, я душу не любил, я душу дякую Богу, что он там такого человека, я так надеялась, что он будет жить. До последнего надеялась. Но, с Богом, мне, может, никто спорит. Может, она была такая, была. За все и не спала. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, дети и сестры, и Церковь Господа Иисуса Христа, и все Риби, и Виталий, и Женя, и вся ваша побожная родина, семья. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, которые любили Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за все, что мы люди, которые верим в Бога. Мы верим в Бога. Писание говорит, что Иисус Христос не мав ни вигляду, ни величия, но мав то, что люди тягнулись до него, и он показал Бога на земле. Писание говорит, что Бога на земле. А я хочу сказать, что жаль тих людей, которые не могут найти Бога, когда мы увидим такую человеку, которая прикладом показала лице поступки, отношения Господа Иисуса Христа. Дивлячись на життя брата Ивана, тяжко не помітити Божий перст, Божие дотрактнення до его життя. Моя дружина Алла сказала, что она из детства заходила до Ванни, до Люби. Мы вчера целую годину по телефону разговаривали. И загадывали те дороги ценные хвилини. И мне Алла, моя жителька дома, рассказывает, что я еще была маленькая, может, мала 13-14 лет. И хаты вроде так немного были, только ранок наступил. И мы слышим, что Ваня уже спевает. Людина, поверьте мне, без гидара, без музыки, наступало святого Божия ранок. Скажите, кто мог так людину переменити? Скажите, кто мог таку песню закласти у сердца? Рот Валера учащая говорил, Бождуга на похороне. Скажите, кто мог сотни тысяч песен так спевать, если бы это не заклал Всевышний Бог? Я, когда слышу все эти свечения, я дома сидел и сам над собой, в своем розуме, в своем сердце, подумал, что только Син Божий из неба, Иисус Христос, может так поменять людей. А еще больше того, что меня сильно вразило, я хочу вам это просто передать. Может, вы это слышали, но это еще другой раз. Мы слышали видатность его характера Божего, что он был очень лагерный, по-русски-российски, кроткого духа. Приклад, может так сказать, миротворчивая людина, которая объединила, сближала людей. Людина-магнитов, который притягал всему, всех до себя. И я хочу сказать, что несколько раз мне приходилось с ним говорить. Это действительно была такая людина, с которой хотелось быть вместе. Я хочу сказать, что сильно меня торкнуло, что сильно меня торкнуло. Когда Астралюна свечила, меня очень торкнуло это свечение. Знаю, что он был такой лагерный, что он был такой добрый. Но еще что-то было, что Господь его Бог очень любил. Потому что то, что Алина рассказала перед самым кинцем, при том всему, Бог его еще раз настолько так очистил, что это тоже всегда оставшись в наших сердцах. И это, наверное, для нас будет очень сильный сигнал у жизни. Потому что в конце жизни 21 дней Бог его сердце приготовил, а потом мне кажется, что Господь торкнулся и показал ему все, что еще надо подтянуть, очистить. И в конечном результате он сказал, что я почувствовал такое тепло, и я понял, что я чистый, и я уже так хочу на небо, я уже назад вертаться не хочу. Скажите, кто может такого удостоиться? Да, мы так же. Мы постились, мы молились, мы все в церкви шукали Бога. Но вы знаете, как Писание говорит, что последнее слово за небо, за Богом. Мы молились, но он сказал, что то, что он слышал, Бог дал ему пережить, может, мы до конца сегодня в нашем людском понимании, в нашем понимании, мы до конца не можем понять, что это было за события, а он пережил такую встречу с Богом, и такое небесное тепло, Бог его проработал, и он сказал, дойке, я это уже не хочу, если я буду на лише жить, я уже так и не буду. И он пошел туда. Это еще что-то говорит. На, я хотел бы сказать еще одно речение. Это еще нам говорит, что, как люди, которые близко к Богу, это фамилия Семчук, она действительно прикладом, и сестра Аксинія, я был в ней на похороне, я тоже там бачил на похороне небо, и слава Божия была, и Дух Божий присутний был. Это для меня, это богословенные люди, которые заслуживают уважение и уважение Бога, и нехай и так и надалее. Я бы хотел сказать до детей, может, вы до конца все не понимаете. Это очень тяжело все понимать и понять. Но слушайте песню вашего дата, послушайте, может, его не спел, но слушайте его лагерного характера. Что дата бы хотел, может, я скажу, это за Ивана, на этом месте, дата бы хотел, чтобы вы любили маму, чтобы вы ценили, дорожили, допомогали ей сейчас. Дата бы хотел, чтобы вы ходили в Дом Божий, чтобы вы любили Бога. Дата бы хотел, чтобы, может, кто еще не одружен, чтобы вы хорошо одружились, взяли верующих людей и побудовали хорошие символы. Мы тут, как Божие люди, проголошили, нехай бы это так было и сталося. Да благословить вас, Господи. Дякую за вашу выборщик, что в следующий день сейчас. Уважаю всех на этом месте, я скажу на русском языке. Вы знаете, я вчера разрушил над одним словом, что сказал Иисус Христос, блаженный плачущий. Вы знаете, действительно, кто плачет, тот блаженный. Потому что, да, Иисус говорит, потому что они будут утешены. Я сегодня хотел обратиться очень кратко ко всей семье. Конечно, к Любаши, во-первых, к Любаши. А также ко всем твоим деткам. Я даже записал, чтобы не забыть. Олег, Вадим, Алина, Настя, Юля и Даня. Сегодня день плача, но сегодня также тот день, который Бог утешает всех нас своим словом. Я хотел, чтобы мы положили надежду свою на Господа. Я также хотел обратиться к старенькому тесте Ивана, отцу и матери Любы, брат Виталий, сестра Женя. Я бы хотел, чтобы Господь сам утешил вас в сегодняшний день. Потому что Библия говорит, что только в Боге утешается душа моя. Давид говорил такие слова. Я бы хотел, чтобы действительно утешение, которое мы утешаем сегодня, чтобы оно было от Господа, чтобы оно было и Слово Божье. И однажды Иисус сказал такие слова в Евангелии от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. Он говорит такие слова. Да не смущается сердце ваше. И Он говорит такие важные слова. Веруйте в Бога, чтобы ваша вера, она была непоколебима в то время, когда есть тревога. Тогда, когда есть тревога, непонимание, какое-то смущение. Веруйте в Бога. И в меня веруйте. В доме отца моего обители много. И сегодня мы, конечно, провожаем этот практ нашего прекрасного брата, бывшего нашего брата. Он сейчас у Господа. Мы отправляем его в этот последний путь. И, конечно, эти наставления, это для нас живущих. Мы не знаем, кто будет следующий, друзья. Но я сегодня обращаюсь к каждому, начиная с самого маленького, кто понимает меня самого старшего. Мы не знаем, кто будет следующий. Но мы знаем, куда мы идем. И поэтому, друзья, я хочу утешить всех вас. У нас, Господа Иисуса Христа, придет время. Мы уже много слышали, что сам Господь, Он утрет слезу с наших глаз. Поэтому сегодня, когда мы плачем, Господь говорит, что вы есть блаженные. Каждый из нас мы есть блаженные. Сестра, Люба, ты есть блаженная, потому что ты плачешь сегодня. Почему? Потому что придет время. Господь тебя утешит. Да благословит тебя Господь. Сегодня я хочу каждого из вас призвать, друзья. Давайте завтрашний день мы не забудем эту семью. Давайте в наших молитвах мы будем вспоминать. И более того, я хотел, чтобы наши сердца, наши кошельки, то, что Бог дал для нас, чтобы мы могли благословить наших друзей, чтобы благословение они слышали, что сам Бог заботится за них. Я благословляю всех вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Приветствую вас всех, дорогие братья и сестры. Я хотел прежде всего воздать Богу славу за то, что Он дал нам такое право немаловаренное и нам, и отшедшего от нас, Ваня, быки, и называться детьми Его. Это очень важно. И как написано, блаженные, умирающие в Господе. И слава Богу, что вот Бог вот так сильно много потрудился вот в жизни Вани, в Его, в Его внутренности, как Его человеке, в Нем сам был виден очень сильный успех Божий. Потому что все доброе творит в нас Господь. И все то хорошее, чем мы можем служить, любовью, друг другу, это было в Нем. Я, Ваня, пришел в нашу семью в 1984 году. Мне было 14 лет тогда. И когда он пришел, это как новое что-то. А я ребенок так, ну... И я так увидел в Нем, что он очень был такой... Ну, как бы все хотел сгладить. Ну, никогда не считал своим что-то. Хотел все поделиться. Магнитофон, что он принес Любею. Слушай, что-то там должен... Да забудь! Ничего не переживай. Все вот так вот, все аннулировать. Такое качество у него было. И как будто преследовало его такое... Такое желание помочь как можно больше. Никогда отказа. Что бы ни попросил. Все положительное только. И чтобы помочь любому человеку. Хоть и семья была, и детки. Но он хотел даже и задаром помогать как можно больше. Слава Богу за такого нашего брата, Господи, и родного Ивана. Хочу также поблагодарить всех вас, кто молился с нами вместе, постился. Молительные цепочки. Благодарю вас, что вы оказали такую любовь к Христову, к Ване и к нам. Как Алина сказала вчера, что не прошли бы без ваших молитв. Спасибо вам большое. До благословения каждого из вас. Аминь. Слава Богу, дорогие сестры. Это место особенное выполнение. 15 лет назад, по данной стороне, мы похоронили мою сестричку Леночку. И вы знаете, когда я узнала, что Ваня помер, я подумала, что звучала еще одна труба. И когда звучит та труба, воскреснуть мертвые перши, а потом мы за ними. То Ваня з Леною звідси поднимутся на небо. Перший від нас. Я хочу засвяткувати. Вы знаете, мой муж, Володя, меня звали Люба Мороза. Мой Володя был мидный брат Ваня. Поэтому мы очень много друзей, потому что они такие были из детства. Не только брати, но и друзья. И мы с Леною росли в Чельницях. Наши батьки патос Камянки. И мы очень часто на каникулах приезжали в Камянку. И они жили по сусидству нашей тетя и дядя. Жили по сусидству с Семчуками. Очень близей, кто знает, Камянчане. Они часто играли в двори, в них, в нас, как дети, все вместе. И мы видели, насколько эта дитина, я была дитиной. И много детей играли. Я видела, насколько эта дитина, этот брат, был смиренный, добрый. Он выдавал все посвятнее, что он имел. Вы знаете, когда конфета, это было что-то великое. Когда он имел эту конфету, он никогда не съедал. Почему-то в кишени в нем было. Он просто дилился. Это была очень человеком, из большой буквы, великой человек. Все дитинство, юность. Мы спевали разом. Вот брат Валера, сестра моя Лена, Володя, мій чоловей. Мы спевали все разом в группе, аж пока мы не поженились, пока мы не разделились, как семьи. И потом, с Любой, уже званью, мы встречали все Новые годы разом. Мы святкували все свята, дружили с семьи. Для нас это было очень дорого, потому что мы росли разом. И мы с Любой по сусідству жили так же на Чернигтях. Мы всегда были разом. Я не помню такого часа, каких-то святок, чтобы мы не были разом. Особенно они были гостеприимные. Мы часто были в их доме, святкували, всегда радовали, всегда спевали. Вы знаете, кто памятает этот голос? «За рідным краем я тужу» – звучит в моей голове. Это его спев. Это его высокий тенор, где он спевал. «За рідным краем я тужу» – это много раз он спевал. Хори в эту песню заспевывали. Это был прекрасный голос, как говорилось уже в субботу. На предпохоронном такого голоса немає зараз. Я хочу просто подякувати Богу, что мы живем с такими людьми разом. Жили и будем жити. Цінім один одним. Просто цінім один одним. Мы понимаем, что Бог нам даёт ещё життя на этой земле. По какой-то мере, отрезок часу скоротился для брата Ваня. Мы не знаем, почему. Хай Бог благословит вашу семью, ваших неточок, ваших внуков. Я знаю, что Бог пошла вам с другой стороны какую-то потиху. Так что вы не хотите думать, чекать. В Господа милості в цьому Бог заботится правдой и силой. Хай будет имя Боже благословен в цьому. Мы рады в том, что Он на небе. Что есть такие свидетства, что Бог действительно его забрал в небе. Друзья, сейчас так быстро иду. Друзья, если есть свидетельства, мы еще слышим Боже Слово, мы еще молитву. Мы еще заспеваем, будем потом прощатися. Я хотел бы буквально эту фразу сказать. Вчора у нас на Заберній, мы всему проповедовали, и он сказал, у нас сильно эта фраза запала мне в сердце. Он говорит, что можно иметь доброе имя, можно за человеку много говорить, но это очень важно, чтобы эти люди увидели Христа. У Ванны молитву Христа. Вы все за это свидетельствует. И я разом с вами могу это подтвердить. Мы у Ванны молитву Христа. И Хай Бог поможет нам таким усилим быть. Если кто еще что-то хочет сказать, то мы будем уже слышать Слово до Марины. Дорогие мои друзья, братья и сестры, я очень собрелесно хочу с вами соболоснился в Севчуге Стрелюбе. И хрена наша немыли махижеств, и в такой зуме, в которой мы будем придать тело, входит в нашу брата зуме. Я одно свидетельство хочу сказать для всех вас, братья и сестры, каким я запомнил последний момент, что брата Ваня и Балакорский коллега на него приехали с братом Игорем, чтобы совершать молитву по Слову Господу. Там были очень короткие годы, там нельзя было находиться долго. Когда мы уходили, Ваня поднял руки свои. Сказал, благослови, и дай привет для хора, для рукой, с которой он не отъел. И с поднятыми руками он был, и мы вышли из стопа. Вот таким он останется у меня в памяти. Брат Иван с поднятыми руками, которые благословляют. Ему говорить было очень тяжко. Он поднял свои руки и благословлял. У меня есть брат Иван, отец у меня Иван, дед был Иван. Я не знаю почему, но когда мы с ним встречались, я его всегда называла Ванюшка. Ванюшка, привет. Ванюшка, пока. Ванюшка, что ты родишь? Ванюшка, куда ты едешь? Я не знаю, не это слово. Когда мы с ним 20 лет точно знакомы. Но у меня всегда было слово его называть Ванюшка. И не все, а получается. Поэтому, братья и сестры, я читаю местописание, когда-то атеисты говорили, что верующие на похоронах не плачут. Это неправда. Плачут верующие. Но у них другие слезы. У нас другие слезы. И вот первое послание в Санитизм, 4 глава, она говорит так. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении, а в умерших. Дабы вы не оскорбили, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим будущего. Потому что сам Господь при возвещении, при глазах Ангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежние. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И очень важный 18 стих, конец этой главы. И так утешайте друг друга сими словами. Какими словами? 17 стих, конец 17 стиха. И так всегда с Господом будем. Братья и сестры, это есть разница между людьми, которые плачут без надежды, и между нами, которые плачут, имея надежду. Какая надежда? Которая восходит влысь, куда претечу за нас, вошел Иисус Христос. Это надежда, как якорь, безопасный и крепкий, за который мы можем похватиться. Мы вспомним наши головы, дорогие друзья, и молитву нашей, воздадим Богу славу, что Он довел нас до этого числа. А брат нашему помог перейти и ордам. Господь наш, мы воздаем тебе славу, потому что Ты пришел на эту землю, чтобы меня спасти, и каждый из нас. Ты, Господи Божий, призрел на брата нашего, о котором сегодня мы говорили, тело которого перед нами, и Ты, Господи, переселил его в лучшее место, где лучший тенор поет в лучшем горе, хвалу Господу нашему. Господь, но на земле осталась семья, жена, дети, и все. Семьи, Господи, которые сегодня в скорбях, сердце плачет, на глазах, если Вы запрошу Тебя, Господь, пусть ты утешай, которое мы умеем в Слове Господне, что придет день, мы всегда будем свободны, и не будет там слез, печали, разгон, а будет Царство Божие, которому уже не будет конца. Господи Божий Святый, я прошу Тебя, особенно за сестру Любовь, потому что она станет, возможно, еще завтра, послезавтра, которой нужно будет жить, Господи. Я прошу Тебя, не оставь ее, не оставь детей, Господи, пусть Твой Божий Дух, Он наполняет ее, Господи, чтобы Божия, она была под Твоей защитой, и все семейство было под Твоей защитой, и охраной, Господь наш. Благодарим Тебя, то, что братья и сестры сказали, Господи, соболезнования, и прохли на это место, чтобы нам здесь, вместе разделить эту печаль. Тебе, Богу нашему, единому, да будет слава, просим, благослови нас, предать Тебе на земле, по Твоему Слову, Господи, так Слово Твое говорит, что прах от Тебя взят, и прах возвратится о Тебе, единому, и будет хвала, благослови нас, наш Добрый Бог, Отец и Сын, и Боже Святой. Хочи наш, сущей, на небесах, разнообразится имя Твое, что, да будет ли Царствие Твоё, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небесах, и на небесах, вверх наш, просмышлен, подавай нам на один день, и прости нам Бог и наше, как и мы прощали Бог и наше, и не введи нас в Твое искушение, но избавь нас от упавок, ибо Твое искусство, и силу, и славу, вверх и на небесах. Дорогие друзья, все братья и сестры, родные и близкие, пришло время, я прочитаю два места Слова Божьего, и мы еще помолимся благодатью Господу нашего Иисуса Христа, и будем прощаться с телом. Бытие написано, вторая лава, седьмой стих, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Было время, когда Бог вдохнул жизнь, дал жизнь нашему брату, но пришло время, когда Бог забрал. И сегодня мы слышали, я уже не буду говорить, Бог приготовил его к встрече с Богом. Но мы сегодня, живущие на земле, остались жить. Я хотел бы, чтобы каждый из вас всегда был готовы к встрече с Богом, потому что каждому из нас, живущему на земле, нужно будет встретиться с Богом. Псалом 145-й. Псалом 145-й. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю Свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блажен кому помощник Бог и Акулев, у кого надежда на Господа Бога Его. И выходит Дух. Сегодня мы свидетели, что здесь лежит только прав, тело без Духа. И уже нету помышлений, хотя Он еще очень много помышлял, что сделать, кому помочь. Но пришел момент, Бог забрал Дух жизни. И все помышления ушли. Я хотел бы, чтобы наши помышления на земле были о горде. Братья и сестры, о Господе. Пусть Бог благословит. Еще хочу сказать для родных, близких. Девятый стих. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову. Пусть Бог благословит. Господь, Он поддерживает сироту, вдову, которая осталась. И мы будем также молиться. Сейчас мы еще помолимся и будем предавать тело земле. Во время пения вы можете пройти, еще раз посмотреть. И мы придадим это тело праху. И также объявление все друзья, родные, близкие, кто пришел, вас приглашают, сестра Люба, Люба, чтобы вместе разделить этот хлеб печали в нас в церкви. Друзья Христовы, Сэнди и 148. Пожалуйста, приезжайте. Там Прискот и 112. Пусть Господь Бог благословит. Мы приглашаем вас. Там есть приготовленный обед для вас. Еще поддержим, пообщаемся, попоем. Потому что, вы знаете, всегда Таня, он любил петь. И он сегодня поет Господу. Поэтому давайте еще кратко помолимся и помолимся благодатью. Боже наш, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя за погоду. Мы благодарим Тебя, Боже, за слово. Мы благодарим за утешение. Господи, Боже, еще и еще просим. Господь, Ты, Ты отец сирот и вдов, Боже, мы просим утешу, укрепи нашу сестру, вдову, Боже, любу, деток, Господи, да будет утешение от Тебя. Благослови всех, кто пришел на это место. Воздай милостью Твоим благословением, Боже, и помоги нам поддерживать друг друга, молиться друг за друга, Господи, чтобы дойти туда, где Ты всех нас ожидаешь, те, которые омыты кровью Твоей, Боже. Мы благодарны Тебе, Боже, за нашего брата, который Ты даровал нам. Быть вместе, служить Тебе, Боже, и мы славим, что мы вечно будем там, на небе, славить Твое имя. Аллилуйя Тебе. Но это час, Господи, мы желаем совершить по Слову Твоему, предать тело, Господи, в земле. Благослови, укрепи нас, Боже, дай силы, а мы Тебя благодарим, мы Тебя славим, вечного, любящего Бога, Бога Отца, Сына, и Духа Святого. Аминь. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Святого Духа со всеми нами. Аминь. Пожалуйста, пение. Вот. Пожалуйста, все присутствующие приглашаются на обед. В то время пение можно подкатить по-другому, 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 и только не задерживайтесь в том, какого писта попрощаются. Крым Пару Давайте так по порядку справа від ніг, справа и налево від ніг и тут я сделаю вам прохід, ви будете проходить, чтобы не затримать, потому что час вийшло. Звучить музика Звучить музика Звучить музика Субтитры подогнали Симон. 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 Немного. Симон. 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 Словами живой, надеждой, что время мы будем стоять. Словами живой, надеждой, надеждой, что время мы будем стоять. Словами живой, 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 надеждой, 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 надеждой. Словами живая, надеждой, надеждой, надеждой и надеждой, надеждой. Продолжение следует... 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 Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...